Всем привет, с вами я, Влэйлом, и с сегодняшнего дня я запускаю новую рубрику на своём канале. В этой рубрике я вас научу делать анимации в программе Майн Эмматор. Ну а сегодня мы разберём основные функции этой программы и узнаем, как её скачать. И сразу же хочу вас попросить поставить лайк этому видео, потому что я над ним очень сильно постарался. Если лайков будет много, то следующее видео по этой программе я выпущу как можно скорее. Итак, давайте начинать со снов. Для начала вам нужно установить эту программу. Для этого заходите на вот этот вот сайт, ссылка на него будет в описании. Здесь вы нажимаете скачать инсталлятор и ждёте, когда он у вас загрузится. Далее его открываем, принимаем условия и выбираем путь установки этой программы. Для этого я заранее создал папку на диске D. Далее нажимаем Next, нажимаем ещё раз Next и Install. И всё, программа установлена и нажимаем на Finish, ждём когда она у нас запустится. Итак, после запуска мы видим такое вот окно. Здесь нажимаем New Project, называем его как-нибудь и нажимаем Create. Давайте загрузим мир из нашего Майнкрафта. Нажимаем сюда, нажимаем Import Forum World и здесь у нас автоматически появятся миры, которые у нас были созданы в Майнкрафте. Зажатой левой кнопкой мыши мы выделяем ту область, которую вы хотите перенести в Майнематор. Не рекомендую ставить большую область, потому что программа может вылететь. Нажимаем на Done и если у вас вышла такая ошибка, то вам нужно изменить название мира на английской раскладке. Для этого нажимаем Browse, выбираем наш мир, нажимаем на правую кнопку мыши, переименовать и называем его как-нибудь на английском языке. После всего проделанного просто закрываем и открываем это окно. После чего снова выделяем область и как видите никакой ошибки нет и у нас пошёл импорт. Нажимаем на кнопку Create и видим то, что у нас всё получилось. Как вы поняли, основная кнопка в этой программе является вот этот вот верстак. И давайте начнём по порядку. Давайте создадим какого-нибудь персонажа. Тут вы можете создать как и обычного игрока, так и какого-нибудь моба. Также вы тут можете изменить скин, нажимаем сюда и ищем тот, который у вас есть. В следующих роликах по этой программе я вас научу делать рик лица, чтобы у вас появился рот, нормальные глаза. Но для начала мы создадим простую модельку. Кстати, вы можете передвигать, крутить и делать всё, что захотите с модельками, которые вы загрузили в Майнемат. Делать вы можете с помощью вот этой вот таблички, либо же с помощью вот этих вот указателей. Далее давайте создадим какого-нибудь предмета. Допустим, вот такой вот меч. Давайте поставим его куда-нибудь в сторонку и позже я вам расскажу, как добавить этот меч в руку вашего персонажа. Опять же, повторюсь, сделаем мы это в следующих видео. Также в этом меню, где вы можете создавать различные предметы, можете нажать на вот эти вот галочки, чтобы как-нибудь их изменить. Допустим, сделать их 2D, либо 3D, сделать покачивание этих предметов. Или, например, чтобы предмет смотрел ровно в камеру. Следующие 2 кнопки отвечают за блоки, то есть вы можете создать сундук, блоки травы и всякие различные другие. Останавливаться на них не будем, думаю, вы и так всё про это знаете. Далее идут части тел игрока и мобов, то есть вы можете создать, допустим, голову крипера или руку игрока отдельно. А про следующие кнопки или же менюшки, как хотите их называйте, я расскажу в следующих роликах, потому что для новичка тут всё будет не совсем легко. Лучше оставим это на потом. Также рекомендую зайти в настройки. Нажимаем на эту шестерёнку, переходим в рендер. Здесь вы можете понажимать на вот эти вот ползунки, чтобы как-либо изменить картинку. Можете выставить всё как у меня, если честно, я даже не старался, я просто отделал всё на рандом. Но по основным значениям я всё-таки пробегусь. SSAO отвечает за мягкое освещение. Здесь можете выставить всё как у меня, можете выставить как-нибудь по-другому. А в параметрах Shadow, если честно, я не особо разбираюсь. Я сам лично смотрел пару туториалов и все выставляли примерно такие настройки. Shadow, Blur, Quality и Size можете тоже как-либо изменить, тут уже дело вкуса. А вот Glow — это освещение. Пока что эти настройки мы трогать не будем, в будущем мы их разберём. И AA Power мы тоже разберём чуть позже. Далее давайте перейдём в другие настройки нашего мира. Нажимаем на Background и видим тут куча значений. Здесь вы можете изменить текстуры, время и так далее. Рекомендую вам лично ознакомиться с этими настройками, потому что разбирать каждую это займёт очень много времени. Но всё же по основным аспектам я всё-таки пробегусь. Например, Biom. Здесь я рекомендую вам выставлять какой-нибудь необычный биом, чтобы ваши работы отличались от чужих. Далее идут выборы цветов. Например, небо. Небо я вам рекомендую выставлять либо очень синее, либо ближе оранжевое. Смотря какое у вас время выставлено. Например, если у вас закат, тогда выставляйте примерно оранжевый, как я и сказал до этого. Облака рекомендую ставить примерно белыми, смотря какого цвета у вас небо. Например, если у вас закат, то рекомендую выставлять чуть-чуть оранжевый цвет. И самая интересная настройка Snow Fog. Здесь вы можете выставить туман. И на самом деле для меня эта настройка является чуть ли не самой главной. Дело в том, что если вы выставите туман как можно ближе, то ваша работа будет выглядеть очень красиво. Также рекомендую выбрать Custom Fog Color, чтобы выбрать цвет вашего тумана. А вот Custom Object Color лучше обойти стороной. Я его никогда не включал, потому что он изменяет какую-то там дальнюю часть вашего тумана. Да и при том это выглядит не особо красиво. Также вы можете изменить скорость ветра. Здесь, конечно же, тоже на вкус и цвет. Что ж, думаю, пришло время сохранить наш арт. Да, я не сделал никакой анимации, но всё же для начала, я думаю, вам нужно ознакомиться с самой программой, прежде чем приступать к анимации. В общем, вы можете сохранить как видео или же как картинку, а я сохраню как картинку. Здесь выбираем разрешение, нажимаем на Save и выбираем путь, где сохранится наша картинка. И вроде бы всё получилось, нажимаем на View и видим то, что у нас ватерманка. Как от неё избавиться? Для этого вам нужно перейти в настройки. Нажимаем на шестерёнку, выбираем рендер, пролистываем самый низ и убираем галочку с ватерманки. Далее у вас вылезет вот такое вот окно. Здесь нажимаем Upgrade и нас перекидывает на сайт. Тут вы пролистываете низ, нажимаете галочку вот сюда вот, после чего нажимаете на Get K и копируете то, что вам выдал этот сайт. После чего вставляете его в программу, нажимаете Continue. Вот и всё, давайте теперь проверим, что у нас получилось. Опять сохраняем нашу картинку и, как видим, ватерманка пропала. Что ж, это была самая первая часть моих туториалов по Майнматору. Если вы хотите больше, тогда поддержите этот ролик лайком и подпишитесь на канал. Также хотел бы сказать то, что я скоро возобновлю свой второй канал. Там будет выходить видео по различным другим играм, не по Майнкрафту. Кстати, там уже несколько роликов есть, вы можете их также посмотреть. Ссылка будет в описании. У нас с вами был Влейлом, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok